Дубровский подарил Юлии белое кольцо и предложил встречаться. Всем привет, а перед началом ролика не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей о Доме 2. Влад Дубровский и Юлия Белая заселились в отдельную комнату веб-доме, и это событие активно обсуждают участники телепроекта. Перед этим Дубровский подарил белое кольцо и предложил встречаться. Он окончательно все взвесил и понял, что с Маргаритой Осачей отношения на Доме 2 не построишь, потому что она настроена устраивать в эфирах представления, и такую подругу он не потянет. Как многие уже знают, Маргарита позже успела уже и Мишу Козлова изучить и присматривается к другим героям телешоу. В предстоящем эфире Дубровский извинился перед Белой, встал на колено и вручил ей коробочку с кольцом с намеком, что в будущем готов сделать предложение. Но после этого Белая узнала от Осачей, которая же успела проверить Влада со всех сторон, что размер не слишком большой и была расстроена тем, что ее личную жизнь опять будут обсуждать в периметре, едва ли не круглосуточная. Вроде бы Белая живет на Доме 2 своей жизнью, дружит с ребятами, никого не трогает, а вокруг нее постоянно грязь, она ее притягивает, хотя сама того не осознает. Началось с Гранта, затем был Адеев, после этого Дубровский, и везде обсуждения, уничтожающие ее репутацию. Дело ведь не в Белой, не правда ли? Умеют кастинг-менеджеры реалити-шоу подобрать состав мужской спальни. Яна Захарова разочарована ухаживаниями Михаила Козлова. Уже давно известно, что Яну Захарову кто-то сглазил, иначе как объяснить тот факт, что она начинает встречаться с молодым человеком, и через несколько дней выясняется, что ее не уважают, над ней смеются и пытаются унизить. Не успев порадоваться новым отношениям, Захарова разочарована ухаживаниями Михаила Козлова. По словам участницы Дома 2, Михаил пригласил ее на свидание, и она рассчитывала увидеть романтику, а в итоге парень взял поролоновую палку и начал Яну бить. Сначала Захарова пыталась улыбаться, удары не прекращались, она начала кричать на парня и расплакалась. Захаровой не нравится, когда к ней применяют силу, о чем она и сказала своему новому кавалеру, который решил таким образом пошутить. По всей видимости, ему кто-то подсказал, как можно разозлить пахана Дома 2. Говорю, мне не нравится, когда ко мне применяют силу. Отвечает, я понял, и дальше продолжает это делать. В завершении это же шутка, но вот как назвать такого человека, интересуется Яну своих подписчиц. Но как назвать, хайпует молодой человек, так же, как Яна привлекала к себе внимание, когда портила нервы беременной Тани Репиной. Захаровой ведь тоже говорили «остановись», а она никого не слушала. А теперь ни дружба с Безусом, ни нормальных отношений с Козловым. Куда это делись азарт Захаровой и ее уверенность в себе? Даниэль Чистоу ждет сюрприз на свой день рождения от Нади Ермаковой. Задумался Дани о том, стоит ли ему праздновать свой день рождения на поляне телестройки. Привык жених Нади, что в своей жизни до проекта Дом 2 он был в такие дни на соревнованиях, потому гулянок и празднований не было. В этот раз, хоть и отменили запрет на вечеринки и возлияние в периметре, желание общаться с коллективом, в котором его не слишком уважают и ценят, у Даниэля тоже не возникло. Потому признается парень, что он ждет сюрприз от Нади Ермаковой. Она ему что-то такое пообещала, но радостного предвкушения праздника нет. Тем более, что у Даниэля Чистова полным ходом идет подготовка к свадьбе, и костюм для торжества с помощью рекламодателей и невесты Дани уже выбрал. Интересно, по каким причинам Даниэль Чистов не хочет праздновать свой день рождения в компании других участников Дома 2? Ему для радости сюрприза от Ермаковой будет достаточно, как думаете? Алена Опенченко сама не знает, что ей нужно от Никиты Балыкина. Судя по тому, как быстро Алена бросает и снова принимает назад Никиту, скандалит с ним, а потом ходит на свидание, девушка запуталась и не может себе разобраться. Сначала она говорила, что Никита должен успокоить по телефону ее бабушку, поехать в деревню и дать обещание, что он изменится и станет серьезным. Через час Алена уже называет Никиту балаболом и никакие доказательства ей от него не нужны, как и семья с детьми. В предстоящем эфире стало известно, что Опенченко сама не знает, что ей нужно от Балыкина. На вопрос Никиты, чего ты хочешь, ответить она не смогла. Все просто, Опенченко видит рядом с собой другого парня, которым Никита никогда не станет. Потому она и говорит, что ждет поступков, а каких именно не озвучивает. В итоге они договорились, что он начнет красиво ухаживать. А все свелось к тому, что в вечернем эфире Дома-2 Алена опять приревновала Никиту к Насте Исаевой и чуть с ним не подралась. Чего хочет Опенченко от Балыкина? Раз она до отношений с Никитой была веселой, активной и уверенной в себе, а в отношениях погрузилась в депрессивное состояние и постоянно плачет, то ей нужна помощь при выходе из депрессии. И здесь Балыкин не поможет цветами, свиданиями и подарками, которые ему достаются от организаторов проекта. Зрители считают, что Опенченко нужно понять, что не Балыкин виноват в ее состоянии и не он довел ситуацию до абсурда. Причина в ее внутреннем страхе стать одиночкой, к которой будут приходить парни, заинтересованные в ней, как и Балыкин, как в проходном билете. Обидно принимать эту правду, а что поделать? Кристина Бухенбалты сделала из дебюта ведущей на Доме 2 день своего позора. Поклонники проекта возмущены появлением Кристины Бухенбалты на лобном месте, где она, не умея связать двух слов, бросилась обсуждать своих бывших проектных партнеров, при этом высказывая свою точку зрения, а не объективную оценку ситуации. В вечернем эфире 9 апреля Кристина сначала распекала Гранта, делая акцент на том, что у него нет денег и он просил на такси у Полины Гельцер, а затем принялась за Ромашова, доказывая всем, что Женя не извинился перед Настей за грубость, хотя обегренно сказала, что извинения были и конфликт решен. Зрители считают, что Бухенбалты сделала из дебюта ведущей Дома 2 день своего позора. Зрителям показали, что случится, если поменять нынешний состав ведущих на дилетантов. На фоне Кристины даже постоянно подвергающаяся критике Дарья Пынзарь выглядит корректной и грамотной. Вот что пишут телезрители в сети. Позеленела уже вся от злости ко всем, она никого не слушает, говорит поверх разговоров, перебивает, не дает сказать полностью, еще и тараторит, как Горина. На это смотреть невозможно, неприятная она, смотреть проект никакого желания нет, после Пынзарей, Бухенбалты и Орловой. Жду Кадони, надеюсь, он не с концами ушел. Можно добавить, что у Бухенбалты отсутствует чувство юмора, что отрицательно сказывается на ее работе в качестве ведущей. Не удалось Бухенбалты скрыть, как сильно она радуется тому, что у Жени Ромашова и Артема Гранта проблема в отношениях, а заодно привирает, что с ней не вели себя иначе. На самом деле, когда Кристина говорит Бегриной, что Ромашов Настю не уважает, Бухенбалты забывает, как Ромашов, когда жил с Кристиной Моргенштерном за периметром, плевал в нее и поднимал руку. Об этом рассказывала Анна Мадан, поэтому ни о каком хорошем отношении к себе со стороны Ромашова Кристина говорить не может. Или она думает, что зрители забыли, как она позорилась на Острове Любви, когда ее называли бесплатной пиццей. По слухам, будет еще несколько подобных забегов Кристины на главное бревно проекта. Интересно, а когда вернут Флада Кадони? Как думаете? Иван Барзиков уверен, что мягкий характер мешает Полине Гельцер строить отношения. Неуверенность в себе Полины и ее желание плыть по течению вызывают у ее бывшего парня постоянно критиковать эту участницу Дома-2, зло подшучивать над ней и давать обидные прогнозы. Барзиков часто говорит, что Полина не имеет собственного мнения и будет с тем мужчиной, который поведет ее за собой. Кстати, с этой задачей Ваня справиться не сумел. Также Барзиков уверен, что мягкий характер мешает Гельцер строить отношения, и она простит Артема Гранте, о чем Ваня и сказал в недавнем эфире. Полина ответила Барзикову, что он ошибается и совсем ее не знает. Гранта она прощать не планирует, в чем Ваня уже убедился сам. Более того, в реальном времени Полина приняла ухаживание новенького участника, Сергея Гусарова, приход которого на телестройку мы увидим завтра в вечернем эфире. Гельцер сообщила подписчикам о том, что она заселилась с ухажером в отдельную комнату веб-дома, где ее соседями стали Юлия Белая и Дубровский. Гельцер ведет себя на проекте «Сдержанно и порядочно», не обращая внимания на ревность Барзикова, которая до сих пор не может понять, почему она не уходит домой к ребенку. Возможно, Полина хочет доказать Барзикову, что он в ней ошибся, и она найдет себе достойного мужчину на Доме-2, вопреки его предсказаниям. На этом все. Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.